МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Трагедия на дороге. В дорожно-транспортном происшествии погиб человек. А для всех ли город? Специальная комиссия проверила, насколько городские предприятия доступны для маломобильных групп. И о футболе. В городе прошли окружные соревнования по этому виду спорта. Начну с происшествия. В минувшую субботу около 11 часов на автодороге подъезд номер 2 городу Муравленко в результате ДТП погиб человек. Как пояснил один из участников аварии, все произошло за доли секунды. Водитель Урала рассказал, что Лада Приора, которая двигалась в сторону города, в какой-то момент зацепила обочину и перевернулась, после чего врезалась в его автомобиль. Удар был такой силы, что Жигули превратились в груду металлолома. По словам госавтоинспекторов, за рулем отечественного авто находился молодой парень, стаж вождения которого 2 года. Вместе с ним в машине ехал отец. Оба жители Тюмени в Муравленко работали по вахте в организации Тюмень-Дорстрой. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, житель города Тюмени, был госпитализирован с тяжелейшими травмами в реанимационное отделение городской больницы, а его пассажир, также житель Тюмени, скончался на месте происшествия. Муравленковский магазин могут лишить лицензии на продажу спиртного. Полицейские города проверили универсам, в котором, по словам горожан, вопреки закону, алкоголь продавали в ночное время суток. В результате первой проверки сразу были выявлены нарушения. Тогда директор магазина, а также продавец, получили административное наказание в виде штрафа в 3300 рублей соответственно. Однако свою деятельность продмаг не прекратила продажу. Алкоголь на продукции продолжил. Во второй раз сотрудники предприятия попались во время очередной проверки правоохранительными органами. Штраф выписали уже на юрлицо в размере 30 тысяч рублей. Добавлю, суд сейчас рассматривает материалы дела об аннулировании лицензии у магазина. Ямалоненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, которые состоят на диспансерном учете, ждут в санатории Большой Тараскурь. Центр профилируется на лечении болезней нервной системы, включая ДЦП, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы кровообращения, почек и органов пищеварения. Комплексную медицинскую и социально-трудовую реабилитацию здесь могут получить дети в возрасте от 3 до 18 лет. Также есть возможность пребывания детей совместно с родителями по путевкам мать и дитя. Одним из преимуществ этой здравницы является возможность круглогодичного оздоровления школьников с организацией учебного процесса с 1 по 11 классы. Школьные занятия проводятся профессиональными педагогами с применением дифференцированного подхода каждому ученику и использованием традиционной, развивающей и вспомогательной программы обучения. Для получения реабилитационной путевки в Большую Тараскурь ямальцы могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. А в Муравленко специальная комиссия, в составе которой представители городской администрации социальной защиты населения проверили, насколько городские предприятия и организации доступны для так называемых маломобильных групп населения. Принять участие в акции «Город для всех» пригласили инвалида-колясочника, пенсионера и женщину с детской коляской. Что получилось из эксперимента, знает Эрнест Бавшин. Ему слово. Для посещения было выбрано 9 объектов. Среди них магазины, пользующиеся популярностью у населения. Поликлиники, банк, аптека и спортивный комплекс «Ямал». Первой в списке значилась монетка. Глядя на лестницу торговой точки, можно сразу понять, человеку в инвалидном кресле или женщине с коляской сюда не забраться, а пенсионерка Марина Трофимовна с трудом преодолевает препятствия. Здесь же на месте на дверь магазина наклеивают стикер. Объект для посещения инвалидами недоступен. Аналогичную наклейку получил и супермаркет «Молодежный». Здесь хоть и есть некое подобие пандуса, но инвалид-колясочник Светлана Харидинова без посторонней помощи вряд ли на него заедет. На другом объекте взрослой поликлиники все участники эксперимента сумели добраться до двери. Но к пандусу, который здесь оборудован, есть некоторые замечания. У сооружения нет удобных поручней. Взрослая поликлиника получает стикер «Доступно для посещения инвалидами, чего не скажешь о детской поликлинике». Здесь, как говорится, комментарий излишний. Вот так выглядит пандус ведущего учреждения. На встречу с комиссией выходит главный врач больницы Олег Казаков и обещает, что в ближайшее время объект станет доступным для маломобильных групп населения. «В рамках ремонта сейчас проводимого в поликлинике, значит, она сейчас идет ремонт третьего этажа в поликлинике, по окончанию этого ремонта строители переходят сюда на пандус, здесь будет облагорожено. В этом году, да? Ну вот буквально через месяц. Поэтому, как бы, проект есть, некоторого видоизменения здесь. Вот, ну, сделаем. Ну а пока детской поликлинике присваивается статус недоступный. Торговый центр «Украинский» покоряется участникам акций без проблем. Единственное, о чем нужно подумать владельцу, это благоустроить подъездные пути. В Сбербанке также все прошло без замечаний. Здесь, помимо пандуса, есть еще и специальный сотрудник, который по вызову выходит и помогает маломобильному человеку посетить учреждение. Оценку «Отлично» по доступности получил и спортивно-оздоровительный комплекс «Ямал». Здесь пандус сделан из подручных материалов, дешево, но сердито. Светлана Хайординова без труда въезжает на него. К слову сказать, она частый посетитель спортучреждения, потому что занимается здесь пауэрлифтингом. Следующий объект – это бережная аптека на улице Ленина. Здесь высокие ступеньки, и забраться на них нельзя, но есть кнопка вызова сотрудника. Нажимаем кнопку и ждем. Через несколько секунд выходит работник аптеки. На вопрос, как часто используется приспособление, отвечает, что мы за все время первые. «Человек вышел. То есть они, может быть, ошарашены были, что кто-то воспользовался, что он еще не заржавел. Так что он в этом отношении, конечно, все-таки доступен». Администрация города не входила в список, но по ходу решили проверить и здешний пандус. Оценка – отлично. Настало время подвести общие итоги. «На мой взгляд, конечно, первые шаги есть того, что вообще задумались о том, что все-таки есть маломобильные группы населения, мамы с колясками, пожилые люди. То есть уже как бы это очень сильно радует. Но, конечно, есть свои недочеты. То есть я думаю, что те рекомендации, которые будут прописаны в дальнейшем, предложены этим объектом, я думаю, что примут во внимание и все недочеты учтут и доработают». Со Светланой согласна и заместитель главы администрации Елена Молдаван. Да, сегодня ситуация с доступностью учреждений для маломобильных групп изменилась. Появились пандусы. В некоторых учреждениях есть специальные приспособления. Но итоги акции показывают и наличие проблем. «Хотелось бы, с одной стороны, выразить слова благодарности тем руководителям, которые относятся с пониманием к необходимости решения этих вопросов и прикладывают определенные усилия и направляют их на то, чтобы решать эти проблемы. Но при этом, конечно, хотелось бы обратиться и ко всем остальным руководителям, кто пока по тем или иным причинам недостаточно внимания уделяет этой теме». Результаты акции лягут в основу некого рекомендательного документа, который будет разослан руководителям учреждений и организаций города с просьбой адаптировать свои здания под нужды маломобильных групп населения. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. Неожиданно акция получила продолжение. После того, как активисты проекта «Город для всех» закончили проверять предприятия и организации города на доступность, решили выяснить, насколько развита в Муравленко сфера услуг. По документам в этом плане проблем быть не должно. А вот как обстоят дела на самом деле. В администрации города инвалид-колясочник Светлана Харидинова садится за телефон и начинает обзванивать одну за другой городские парикмахерские. Их список был составлен не случайно. В свое время руководители сами давали согласие на то, чтобы выезжать к инвалиду-колясочнику на дом. «Я вот ограниченная по здоровью. Я не могу прийти к вам в саму парикмахерскую, но хотела бы подстричься. Как это можно сделать? Подскажите». «Если будем не сижу, не пускай, у нас сейчас остается один рабочий мастер». «А так вообще, когда удобно будет перезвонить к вам, чтобы все-таки…» «Ну, это, второй мастер у нас будет только через две недели, где-то так ориентировочно». «То есть где-то ближе к концу месяца, да, перезвонить можно будет к вам?» «Ну, и каждый год, мы можем хотя бы узнать, когда она выходит. Такие или аналогичные ответы Светлана получила и от других парикмахерских. Сотрудники или не в курсе, что они, оказывается, предоставляют такие услуги на дому или у них нет свободных мастеров. «К сожалению, конечно, парикмахерские сегодня нас подвели, и мы это увидели, и, конечно, ну, просто стыдно, честно говоря. Значит, та информация, которая была представлена, она представлена, так скажем, не совсем корректно и объективно. Непонятно, почему специалисты не знают о том, что их руководство представило информацию о том, что вот такая услуга может быть предоставлена. Но я думаю, что вот этот вопрос, он такой организационный и думаю, что в ближайшем будущем нам удастся договориться и та информация, которая будет представлена, она будет корректной». В итоге на призыв Светланы Харидиновой из десятка парикмахерских откликнулись только два мастера. Ровно столько специалистов в этой сфере не остались равнодушными к просьбе инвалида. И это в городе, где салоны красоты открыты на каждом шагу. Эрнст Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Погода внесла свои коррективы. Участники и организаторы акции «Беги за мной» не смогли осуществить ряд запланированных спортивных мероприятий. В субботу после массового забега начался сильный дождь с градом, из-за чего программу намеченных мастер-классов пришлось сократить. Сегодня у нас такой фитнес-марафон по аэробике, короткая разминка с населением, со всеми желающими нашего города. После пробега люди, все желающие, пришли сюда к нам на стадион просто провести активную зарядку под музыку. Новый сезон начался для ребят, которые занимаются в поисковом клубе «Ратибор». Причем с приятного события у отряда появилось свое здание. Собравшиеся вместе после долгого перерыва подвели итоги, проделанные в минувшем сезоне работы и наметили планы на предстоящий год. Краткий отчет об экспедиции нынешнего года в форме телерепортажа. Знакомство с новыми участниками клуба он насчитывает уже более 60 человек и планы на год грядущий. Клуб «Ратибор» вместе с началом нового сезона отметил новоселье. Теперь у его участников появилось помещение для постоянных занятий, где будет располагаться музей военной славы и проходить теоретическая и практическая подготовка к новому поисковому сезону. Город нас в этом году обеспечил в полном объеме. Мы были услышаны, наша работа была понята руководителями. И все, что необходимо для деятельности, нам предоставлено в полном объеме. У нас есть и рации, у нас есть и спальные мешки, и навигация, и аппаратура для ведения поиска. Но самое главное, у нас есть желание и резервы, которые мы можем пользоваться в полном объеме. Помещение клуба еще предстоит окончательно обустроить, завершить оформление стен. По задумке это будет стилизация под штабную землянку, а также привести в порядок экспонаты, найденные на местах раскопок весенней вахты памяти. Все это будут делать сами ратиборовцы. Их руководители считают, настоящий поисковик должен обладать многими навыками и с топором управляться, и кашу варить в походных условиях. Красная армия выиграла время. И вскоре стало понятно, что этот выигрыш имел далеко идущие последствия. Первый сбор посвящен двум датам – началу блокады Ленинграда и 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова, написавшего текст известной военной песни «Журавли». Теперь на занятиях станет традицией говорить об исторических датах. Поисковик должен не только хорошо владеть практическими навыками, иметь теоретическую подготовку, но и разбираться в военной истории. А затем участники обрабатывают полученные в ходе раскопок материалы и вносят информацию о них в базу данных. Ребята уже полученные знания, они уже могут отработать на практике. Воспользоваться знаниями работы с картой, умением ориентироваться по карте, искать, вести поиск, умением общаться с навигационным оборудованием, то есть с тем же GPS, с теми же приборами связи, рациями, позывными, которые необходимы для общения. Они это все реализовывают уже в ходе экспедиции. В ходе весенней вахты памяти участники общей экспедиции подняли останки 57 бойцов, павших в ходе масштабных боев в Тверской области в годы Великой Отечественной войны, а одному солдату вернули имя. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Ну и последнее в Муравленко прошло окружное первенство по футболу «Кожаный мяч». Первенство длилось 4 дня, и 4 команды приняли в нем участие. Две из Муравленко, а также из Ноябрьска и Пуровского района. Участники – юноши 98-99 годов рождения. Победителем в итоге стала сборная Пуровского района, которая увезла с собой кубок золотых призеров нынешнего года. На втором месте команда Муравленко 1. Бронза у гостей из Ноябрьска. Отмечу, команда Муравленко 2 играла вне зачета, но показала хорошие результаты. Уже много лет до проводится эта традиция, проводить турнир именно в городе Муравленко. Еще когда у нас не было этого прекрасного поля, уже мы проводили этот турнир. Именно в этом возрасте. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 17 сентября в Салехарде плюс 6. Ветер восточный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 6 градусов тепла. Северный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 17 сентября плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.